Приветствую зрителей канала Заметкинумизмата. Продолжаем разговор о советских монетах, в данном случае о советских памятных монетах или как их иногда часто называют юбилейных, так как посвящены такие монеты были в основном каким-то памятным датам, либо датам, связанным с жизнью выдающихся деятелей России, Советского Союза, ну и в данном случае перед нами рубль, посвященный Вернадскому. Не самый редкий рубль, выпускавшийся в 1993 году, уже после распада Советского Союза, но запланированный ранее, по сути говоря, еще несколько лет продолжалась чеканка монет запланированных монетным двором, но с измененной атрибутикой с советской на новую, российскую. Но показываем вам этот рубль не случайно. Дело в том, что среди многих российских монет, в том числе и юбилейных, памятных, встречаются самые неожиданные ошибки, изменения, необычные пробные экземпляры. Конечно, такие случаи крайне редки, но они встречаются. Это еще раз говорит о том, что производство монет на монетном дворе, это всего лишь технологический процесс. Могли быть абсолютно любые ошибки, неточности, перепутки, все что угодно. Даже на монетах, казалось бы, особых, специальных, выпущенных в честь памятных дат, которым, предполагается, должно было быть более внимательные отношения при производстве. Но были, наверное, какие-то другие причины ошибок или некорректных написаний, либо попадания на монеты неправильных дат. И вот Руба Вернадского в данном случае не самый, как подчеркиваю, редкий, в том числе и с вариантом необычным. С одной стороны, мы видим, собственно, портрет великого российского ученого. С другой стороны, новый монетный герб, вот такой орел, номинал, дата и под лапой орла знак монетного двора на одной монете, а на другой такого знака нет. Почему-то очень небольшое количество этих памятных рублей в специальном улучшенном качестве были выпущены на монетном дворе без знака монетного двора. Вот такая вот ошибка. Рублики встречаются, попадаются ровно в такие же запайки, как все остальные. Отличить их по внешнему виду практически никак невозможно, надо лишь внимательно осматривать монету, которую вы увидели, которая попала к вам в руки и обязательно. Удача, конечно же, будет вам сопутствовать. Вы найдете среди обычных рублей, посвященных Вернадскому, и вот такой необычный без знака монетного двора. Ну, конечно же, намного более ценимый. Ценность его примерно в три-четыре-пять раз выше, чем обычные монеты со знаком монетного двора. Так что желаю вам большой удачи, интересных доходов к пополнению коллекции. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, мы вам рады. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok